Это программа «Город. Новости по-выборски» в студии Виктория Невская. Здравствуйте! Вот лишь некоторые темы этого выпуска. Ветеранов поздравляет Вереск. Артисты этнокультурного комплекса подготовили мероприятие, посвященное Дню Победы. С любовью к городу на Неве в выставочном центре «Эрмитаж Выборг» открылась экспозиция работ заслуженного художника России Андрея Троня. Достойная игра. Выборгские волейболисты успешно выступили на всероссийских соревнованиях. В 2015 году заработная плата воспитателей детских садов Ленинградской области вырастет до 32 200 рублей. Об этом заявил губернатор Александр Дрозденко на форуме воспитателей в Гатчине. Глава региона сообщил, что в течение года откроется более 20 новых детских садов, в том числе в Выборге, поселках Рощино и Первомайское. Участники форума поинтересовались, что будет с малокомплектными дошкольными учреждениями. Мы сохраним даже малокомплектные детские сады. Для того, чтобы у нас были меньше накладные расходы, мы предлагаем объединить сельские школы и детские сады в единое юридическое лицо. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, в течение года будет продолжаться реализация программы капитального ремонта и выкупа ведомственных дошкольных учреждений. Что будет с разрушающейся стеной воинской части в центре Выборга? Пока ответа на этот вопрос нет. Напомним, обвал части кладки со стороны городского парка произошел 6 апреля. Место огородили лентой. Как выяснилось, администрация Выборгского района неоднократно обращалась в Министерство обороны, в чьей собственности находится объект, по поводу его аварийного состояния. Мы по поводу этого забора неоднократно обращались в Министерство обороны, писали обслуживающие организации данного объекта о Славянка. Но, к сожалению, получали только отписки, никакого результата, кроме как можно наблюдать подпорку, которую они ужасную поставили. Вот на данном этапе, к сожалению, такая ситуация. Преимущество Министерства обороны. И что-то вкладывать сюда деньги, что-то делать на данную минуту мы не можем. Как сообщили нам в военной прокуратуре, в данный момент по факту обрушения продолжается проверка. По закону она может занять до 30 дней. И до ее окончания какие-либо комментарии ведомства дать не готово. Министерство обороны. Кровля в нормальном состоянии. Но бывает все. И машины сносят, и деревья вырывают. То есть реагировали быстро. Заявка поступила в нашу диспетчерскую службу вчера в 14.40. В 14.45 они звонили в обслуживающий участок для того, чтобы все огородить. То есть в районе 15 часов все это и было. По словам сотрудников управляющей компании, аварийная бригада оперативно убрала свисающий с крыши кусок кровли и лист железа, оставшийся на тротуаре после падения. Руководители организации заверили, что уже сегодня все последствия инцидента будут полностью ликвидированы. Кровля восстановлена. Татьяна Третьяк призвала жителей Выборга обязательно сообщать обо всех подобных происшествиях по телефону диспетчерской службы 3-29-00. Клещи просыпаются после зимней спячки. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что на май приходится первый пик обращений в медицинские учреждения граждан, кушанных этими насекомыми. Хотя, например, в 2013 году ряд подобных случаев был зарегистрирован уже в марте-апреле. Отметим, что в Ленинградской области ежегодно фиксируются до 30 случаев заражения клещевым энцефалитом. При этом Выборгский район официально считается территорией, свободной от этого заболевания. Клещи переносят не только клещевой энцефалит, но и множество других заболеваний, таких как тулеремия, болезнь лайма, крымская геморрагическая лихорадка. Омская геморрагическая лихорадка. И если клещевой энцефалит на территории Выборгского района не регистрируется, то ежегодно у нас регистрируется болезнь лайма, которая является не менее опасной, чем клещевой энцефалит. Чтобы избежать укуса клещей, следует помнить о способах индивидуальной защиты. Выезжая на природу, необходимо одеваться так, чтобы не оставлять открытыми отдельные участки тела. По возвращении обязательно смотреть себя и своих близких. Иногда обнаружить это насекомое можно еще до присасывания. Помогают защититься и всевозможные репелленты. Но самым действенным способом от клещевого энцефалита остается вакцинация. Делается первая прививка осенью, вторая прививка через 6-7 месяцев. Потом идет ревакцинация через год. Третья прививка. И потом каждые три года. Существует и ускоренный курс вакцинации. Однако помогает она только от энцефалита. Против других инфекций, переносимых клещами, прививок пока нет. Поэтому в случае, если присасывание все-таки произошло, не стоит пытаться извлечь насекомое самостоятельно. Следует как можно быстрее обратиться в медицинское учреждение, чтобы оперативно произвести все необходимые лабораторные исследования. Если будет выявлен факт заражения, пострадавшему своевременно назначат лечение. Многофункциональный центр для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья появится в Ленинградской области. По инициативе благотворительного фонда «Место под солнцем» при поддержке правительства региона он будет открыт во Всеволожском районе. В центре молодые инвалиды не только получат профессию, они научатся жить самостоятельно. Мы хотели создать тренировочный центр, в котором не только какие-то навыки по специальности получил бы наш молодой человек или девушка, но и навыки коммуникативные с точки зрения своего первого вхождения в общество, в коллектив. Навыки социально-бытовые, социально-средовые, когда он почувствовал бы себя самодостаточным человеком, способным на автономное проживание. Планируется, что в мультицентре слушатели смогут пройти обучение по таким специальностям, как садовник, работник прачечной или химчистки, мастер по пошиву, ремонту обуви, онлайн-консультант. Ранее никто не рассматривал это вот в такой подаче. Всем хотелось обязательно иметь высококвалифицированного работника. Но на сегодня отчасти низкооплачиваемых, трудоемких, порой монотонных каких-то, может быть, малотворческих работ отказываются люди, имеющие более высокое образование и какие-то личностные амбиции. Но ведь кто-то должен работать, кто-то должен убирать, кто-то должен заниматься коопировальными работами, ксерить, я не знаю, гладить на прессе тоже белье. И это можно делать с высоко поднятой головой гордо, потому что ты занят в сфере производства, потому что ты работник, ты производитель. В мае центр примет первых слушателей пока из Селожского района. А уже со следующего учебного года там будет произведен набор студентов со всей Ленинградской области. Дополнительную информацию можно получить по телефону, который вы видите на своих экранах. Ровно месяц остается до празднования Дня Победы. 9 мая вся страна выйдет на парады. Все мы будем поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны и вспоминать тех, кто погиб за Родину. Какой ценой досталась эта победа, как складывались последние 30 дней кровопролитной битвы. 9 апреля 1945 года под натиском войск 3-го Белорусского фронта пал Кёнигсберг. В 21 час 30 минут остатки гарнизона во главе с комендантом крепости прекратили сопротивление и сложили оружие. В ознаменовании этой победы Президиум Верховного Совета Советского Союза учредил медаль за взятие Кёнигсберга. Готовилось наступление на Берлин. На совещании начальников политотделов армии 1-го Белорусского фронта дано указание. Каждая наступающая на столицу Германии армия должна изготовить красные флаги, которые могут быть водружены над Рейстагом. Подарок ветеранам. В преддверии Дня Победы этнокультурный комплекс «Вереск» подготовил цикл мероприятий для фронтовиков, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла, проживающих сегодня в отдаленных микрорайонах города – Выборгском, Северном, Петровском и Гвардейском. Первое мероприятие состоялось в Вересковой усадьбе. Подробнее в следующем сюжете. Скоро День Победы. Уже чувствуется приближение праздника. Все больше говорят о Великой Отечественной с экранов телевизоров, пишут в газетах. Порадовать ветеранов хотят все. Дошколята готовят трогательные открытки, школьники встречаются с фронтовиками. Учреждения культуры устраивают для людей старшего поколения концерты и творческие встречи. В Вересковой усадьбе праздник организовали для жителей отдаленных микрорайонов. Пели песни военных лет, читали стихи, говорили о том трудном времени. Это очень трогательный праздник со слезами на глазах. И, конечно, невозможно быть безучастными к этому празднику. Все песни, которые мы исполняем, мы видим отдачу от зрительного зала. И всегда это очень трогательно. Поэтому мы чтим, мы чтим ветеранов, мы всегда очень с любовью относимся к этому мероприятию. Маленькие воспитанники Вереска в преддверии 9 мая подготовили выставку рисунков. Совсем скоро юные артисты образцовой студии «Вересок» и сами встретятся с ветеранами и будут петь о победе. Выступит для фронтовиков, тружеников, тыла, блокадников и молодежная фолк-шоу группа «Канерва». Ведь, как известно, солдат без песни не солдат. На встрече в Вересковой усадьбе ветераны с удовольствием подпевали артистам и рассказывали о себе. Служу отечеству очень давно. Еще в пятилетнем возрасте, когда у меня шесть человек погибло в блокаду, я блокадница, я попала в какой-то отстойник, потом распределитель. Там посылали старшие девочки, вязали варежки, шарфы на фронт. И закрыть надо было каждую посылку моим рисунком. А рисовала я ярко, звонко. Наверное, я знала, что буду театральным художником. И всегда ждали, давай, давай, я как вспомню, давай, скорее, скорее, рисуй, рисуй. Нина Георгиевна очень любит поэзию, сама пишет стихи. С особым трепетом она прочитала произведения Твардовского и Шумилина. Поэтов, чью судьбу предопределила война. Участники творческого вечера посетили также мастер-класс по изготовлению здравниц. Народные тряпичные куклы, призванные оберегать владельцев от всяческих болезней и недугов. Вероника Когут, Иван Лопатко, Медиагруппа «Наш город». Я люблю этот город, знакомый до слез. В галерее выставочного центра «Эрмитаж и Выборг» разместилась необычная экспозиция. «Морской Петербург» времен Александра II представил на своих полотнах известный художник-маринист Андрей Тронь. На торжественное открытие были приглашены кадеты средней школы номер 6 и учащиеся Выборгской школы искусств. В числе первых, кому удалось познакомиться с собранием работ, которое можно назвать не просто художественным, но музейным, оказалась и наш корреспондент Наталья Березовская. Низкое балтийское небо, неспешные воды Невы, которые редко бывают лазурными, монументальные гранитные набережные, корабли и люди, живущие в Петербурге. Этого художника по праву называют реконструктором. Он не только рисует с достоверной точностью, но помещает объекты в живой реалистический пейзаж. И этим ценны его работы. Мастера зовут Андрей Тронь. Коренной петербуржец он вырос на настоящих морских традициях, привитых отцом морским офицером. От мамы, руководителя крупной библиотеки, Андрей перенял любовь к литературе и истории. И получился в результате такой неординарный человек. Художник, музейный работник, дизайнер, писатель, иллюстратор. И выставку своих работ о Петербурге времен Александра II он тоже оформил необычно. Под каждой картиной аннотация, рассказывающая не только об изображаемом объекте, но и о среде, в которой он существовал. Стрелка Васильевского. Вот сейчас это, конечно, сквер, это место прогулок, это место свадеб, центр города, место фестиваля, фейерверктов и так далее. А в этот период это был, в общем, порт. Первым посетителям выставки, кадетам морской направленности и юным выборским художникам, очень понравилась такая подача исторического материала с натуралистическим подтверждением. Рядом с пейзажами – крупные изображения лиц того времени, опять же в исторических одеждах. Глядя на бабу-следочницу, например, узнаешь из короткого, но лаконичного рассказа, как жили торговцы второй половины XIX века, откуда везли товары. Похоже на своего рода документальный фильм в картинах. Я не претендую на какое-то откровение в искусстве, каждому, наверное, свое направление, своя судьба. Понимаете, все зависит от… родиться может от идеи, да? Родиться может от увиденного пейзажа, от увиденного предмета, от прочитанной страницы в книге, мемуары. Допустим, я очень люблю исторические мемуары, ценю их, и иногда какое-то упоминание о событии начинаешь вспоминать. А ведь событие достойное, интересное, но оно никак не изображено. Задача достоверности выходит на первый план здесь. Достоверность требует переработки большого количества материала, да, как он был окрашен хотя бы. Ну, допустим, есть его чертеж, есть описание его плаваний, а как же он вот в цвете выглядел. Огромная проблема. Оказывается, надо искать, заходить через какие-то архивные документы, аналоги. Это вот уже реконструкторская работа. Со своими гостями Андрей Тронь общался долго и с интересом. Рассказывал о том, как нашел свое призвание, о тонкостях работы в Центральном военно-морском музее, сотрудником которого является, об иллюстрациях книг и создании художественных альбомов о морях и кораблях, о морских походах, в которых принимал участие. Детская аудитория самая благодарная, считает художник. Во всех детях мы хотим видеть достойных будущих наших сограждан. Это юные поколения, они тут будут распоряжаться страной, и городом, и нашими судьбами в чем-то будут распоряжаться. Совсем скоро, 16 мая, выборцы вновь смогут встретиться с Андреем Тронем. В ночь музеев художник примет участие в мероприятиях, подготовленных выставочным центром «Эрмитаж Выборг». Наталья Березовская, Валерий Пресижнюк, медиагруппа «Наш город». Окунуться в мир растений можно, посетив Центральную городскую библиотеку Выборга. Здесь открылась выставка под названием «Ботанический кабинет» из собрания редкой книги музея-заповедника парка Монрыпо. В экспозиции представлены многократно увеличенные иллюстрации и фрагменты из каталога «Ботанический кабинет». В книге, изданной в 1821 году, рассказывается о растениях одного из известных лондонских питомников. Она настолько редкая, что даже библиотека «Алта» не может похвастаться таким изданием, отметила на открытии выставки директор учреждения Елена Рогозина. Я сама знаю не понаслышке, какой трепет вызывает старая книга, когда есть возможность ее полистать, ее поизучать. Насколько интересные, красивые, действительно, это практически искусство, иллюстрация этих старых книг. И вот, к сожалению, редкая книга, она доступна, наверное, не каждому читателю очень редко, когда она поднимается из фондов в читальные залы. Но вот выставка, которую подготовили сотрудники парка Монрепо, она дает возможность прикоснуться к этой редкой книге. Автором книги является английский ботаник, растений и вод и коллекционер тропических растений Кондрад Лодичс. В питомнике, который он основал в 18 веке, выращивались экзотические виды деревьев, кустарников, цветов. Затем они распространялись по всей Европе. Некоторые из них были завезены в Выборг. Редкие для наших широт растения могли увидеть гости усадьбы Николаи. По словам сотрудников парка Монрепо, скорее всего, после реставрации все это цветочное великолепие вернется в музей-заповедник. Кстати, выставку они посвятили не только книге Лодичса, но ботанической иллюстрации в целом. Как специфическому виду искусства, которое объединяет работу и художника, и ученого. Самому изданию, которое, в общем-то, редким является, по крайней мере, в России оно редкое. И открывается эта выставка в апреле, в начале нашей весны фенологической. Потому что эта выставка очень яркая, с цветными, прекрасными иллюстрациями и замечательно поднимает настроение. Эта выставка еще выражение надежды, что вся эта красота рано или поздно вернется в парк Монрепо. Подержать в руках книгу «Ботанический кабинет» посетители парка Монрепо смогут в научной библиотеке Государственного музея, после того, как в нем завершится реставрация. Сегодня православные христиане отмечают Великий, или, как его еще называют, Чистый Четверг. В этот день верующие вспоминают события Тайной вечери – последней трапезы Иисуса Христа со своими учениками, во время которой было установлено одно из важнейших христианских таинств – Причащение. Поэтому верующие в Великий Четверг стараются посетить храм и причаститься. В Спасо-Преображенском соборе нашего города утреннее богослужение возглавил епископ Выборгский Приозерский Игнатий. Несмотря на будний день, десятки верующих пришли в храм целыми семьями. На их глазах правящий архиерей совершил особый чин омовения ног священнослужителям по примеру Христа, который в знак смирения и любви омыл ноги своим ученикам. По завершении богослужения епископ Игнатий в своей проповеди обратил внимание верующих на необходимость посещения храма и участие в церковных таинствах не только в эти предпасхальные дни. Почему именно таинство Евхаристии является центральным темой, центральным местом? Да потому что мистическим образом, силой и действом благодати Духа Святаго, хлеб и вино претворяются в тело и кровь, претворяются в бессмертный источник жизни. По действиям силы и благодати Духа Святаго, отныне мы становимся соучастниками и участниками реальных событий, произошедших в Иерусалиме. Добавим, именно в чистый четверг начинается основная подготовка к Пасхе. Верующие наводят в доме порядок, начинают печь куличи и красить яйца. Увеличить до полутора миллионов рублей материнский капитал предлагают депутаты Государственной Думы, но только для многодетных. Согласно законопроекту, столь внушительную поддержку будут предоставлять семьям, в которых с 2017 по 2026 год родятся трое и более детей. Обналичивать сертификат нельзя, главной сферой применения денег остается улучшение жилищных условий. В первом чтении законопроект будет рассмотрен 21 апреля. Добавим, сейчас размер материнского капитала составляет чуть более 450 тысяч рублей. Получить его можно при рождении или усыновлении второго и последующих детей. Официальный курс валют на 10 апреля, установленный Центральным банком Российской Федерации, составляет евро 56,53 рубля, доллар 52,54 рубля. Прорыв в финал. Второе место на первенстве России по волейболу среди юношей 2002-2003 года рождения заняла сборная Ленинградской области, сформированная в основном из воспитанников ДИСУШ «Фаворит». Почему выборгские любители спорта называют эту победу историческим событием, узнал наш корреспондент Александр Телегин. Путь на соревнования всероссийского уровня для юных волейболистов спортивной школы «Фаворит» оказался неблизким. Все началось в ноябре 2014 года, когда наши земляки в составе сборной Выборгского района приняли участие в областном первенстве в Сосновом Бару. Там они показали отличный результат, одержав бесспорную победу над соперниками. Выборская школа считается по волейболу непосредственно одной из сильных. В области мы всегда входим в тройку призеров, я бы даже сказал выше. В тройку это уже неудовлетворительный результат по области. Мы считаемся что по мальчикам, что по девочкам, довольно-таки сильными конкурентами. Хорошие команды у нас детские. Следующим этапом стали зональные соревнования, которые прошли в конце декабря прошлого года в городе Ростов Ярославской области. В этом первенстве участие принимали 11 сильнейших команд со всего Северо-Запада. Для продвижения на новый уровень сборной Выборгского района необходимо было войти в пятерку лучших команд. Наши ребята выступили блестяще. Когда мы вышли из группы с пятью победами с первого места, потом в полуфинале в красивой борьбе выиграли команду Коми. И вышли в финал, грубо говоря, зная уже, что попали в полуфинал России. В итоге юношеская сборная Ленинградской области, допущенная к участию в первенстве России, была сформирована в основном из воспитанников спортивной школы «Фаворит». Из 12 человек, которые были представлены в сборной Ленинградской области, 11 человек – это Выборгский дюж-фаворит. Мы искали, конечно, в разных районах еще игроков, но по уровню, по сыгранности наша команда, вот именно, которые на основе Выборгской дюж, ребята из Приморска, из Выборга, они показали максимальный результат на Ленинградской области и взяли только вот с основного бора одного игрока. Полуфинал первенства России проходил в конце марта в Ростове. В этих соревнованиях приняли участие восемь команд. После ряда сложнейших игр фаворитовцы заняли второе место, уступив лишь сборной чемпионов Москвы в своей возрастной группе. И тем самым получили право представлять Ленинградскую область в финальных сражениях. Отметим, что впервые за последние 10 лет юноши 2002-2003 года рождения смогли получить путевку на соревнования такого уровня. А если принять во внимание достижения других волейбольных коллективов фаворита, нынешний сезон по праву можно назвать историческим. Наши ребята, которые из дюж-фаворит, вот в этом году именно представлены в финале России впервые. 99-й год, ребята, 2001-й год и 2002-2003. Это впервые, как сказал главный тренер сборной, впервые за всю историю фаворитовского волейбола младшего возраста, ребят, которые юноши, мы представлены в финале России именно тремя возрастами. Сейчас наши волейболисты продолжают готовиться к финальным играм, которые состоятся уже в конце мая, чтобы достойно представить не только Выборгский район, но и всю Ленинградскую область. Александр Телегин, Иван Лопатко, медиагруппа «Наш город». Выборжанка Анастасия Иткина успешно выступила на всероссийском турнире по настольному теннису. Он проходил в Ярославле. На протяжении четырех дней здесь соревновались около двухсот спортсменов. В парном разряде серебряную медаль завоевали Анастасия Иткина из Выборга и Анастасия Зиберова из Санкт-Петербурга. На этом наш выпуск завершен. Мне остается напомнить, что самые свежие новости по будням каждый час и в субботу в 9.42 и 10.42 на радиоволне 91.2 FM. Следите за эфиром, вступайте в группу Выборг ТВ ВКонтакте, в Одноклассниках, на Фейсбуке и в Твиттере, а также заходите на сайт выборг.тв. Будьте с нами, будьте в курсе. А я благодарю вас за внимание. Всего доброго. В пятницу в Выборге ожидается переменная облачность. Вечером возможен дождь. Днем в нашем городе плюс 7-9 градусов, ночью плюс 4-6. Ветер западный 5-6 метров в секунду. В Петербурге малооблачно. Днем 6-8 градусов тепла, в ночь на субботу 4-5. Ветер западный 7-8 метров в секунду. В Лапейн-Ренте без осадков. Днем плюс 7-9, ночью на пару градусов прохладнее. Ветер юго-западный 4-5 метров в секунду. В Хельсинки облачно с прояснениями. Днем в столице Финляндии 8-10, ночью 3-4 градуса выше нуля. Ветер юго-западный 6-8 метров в секунду.